Всем добрый день! У нас новый день, новый влог. Время 2 часа дня. Мы со Светой едем в город. Мне надо по делам, по кое-каким. А Света только проснулась. Как бы это ни звучало смешно, да? Вот она только встала. И если получится, попробую попасть сегодня к парикмахеру. Потому что, видите, вся прослана постричься, и волосы мне очень мешаются. А заколки, резинки... Брови? Я сделала. Доча сказала еще маме на брови сделать. Да, у нас сегодня дождик ночью был так хорошо. Сейчас на улице свежо. И классно. Ну, ночью дождик был. Я не знаю, что со мной творится, но я ночами стала очень плохо, ребята, спать. А где автобус? А что, не будет автобуса, что ли? Не будет автобуса. По идее, должен быть в 2 часа автобус. То у нас точно часы правильно идут? Да. А то вдруг автобуса нет. Ладно, идем на остановку, потом постараемся в городе что-то поснимать, да? Сколько? 13 часов. А, ну еще времени мало, поэтому вот как-то так, пиццеток рядышком идет. Еще просто времени мало, я уж переживала, думала, автобуса не будет. Я голову быстренько-быстренько помыла, у нас фен вообще перестал работать. Он работает, но такое ощущение, что он сейчас взорвется. Надо зайти посреди, недорогой фен. Волосы даже не просохли до конца. Они у меня влажные, потому что фен не работает. Ну да. Вся лохматая, а еду называется. Ладно, дорогие друзья, пойдем на остановку и поедем в город. Блин, ребята, автобус только в 2.30, а мы думали на 2 время, сейчас к 2 подходит, придется домой идти. Это с конечной на 2 часа. А мы перепутали весь режим. Да, сейчас домой, значит, обратно пойдем. Ребята, у нас попытка, кофту бы одела бы еще какую-то. Попытка номер 2 уехать в город. На улице световетер очень холодный. Так непривычно с распущенными волосами. И они мне мешаются, мне неудобно. Кто-то поднял. Кого? Качеля. Так папа ее повыше сделал. Потому что у нас все... Да, спрашивали, где у нас троя качеля. Вот у нас троя качеля, тарзанка висит. У нас 2 качеля, детям вполне хватает. Они всегда по очереди качаются. Все. Ладно, идем на автобус. И поедем в город. Если получится, то попаду к парикмахеру. По записи. Я не знаю. Нет, сейчас парикмахерские некоторые открыты. Просто там условия. У меня маски, перчатки есть с собой. Посмотрим, попробуем. Нет, так значит, попробую записаться к парикмахеру просто. Потому что я не могу. Мне волосы мешаются. И от резинки постоянно голова болит. Короткую стрижку. Ну, как у тети Верова, подписчица наша, да? Ну, вот я всегда, по идее, так стриглась. Коротко. Ладно. Вон автобус стоит уже, слава тебе, господи, приехал. Сейчас поедем в город. Спроси примерно, где... Приехали мы уже, ребята, в город. Идем в Сбербанк. А деньги на дорогу снять. Ай-яй-яй. Ладно. Снимем, потом все покажем. Парикмахерские заняты. Пойдем в другую, узнаем насчет парикмахерской. Что в одной, что во второй. По часу где-то ждать надо. Поэтому времени особо много нет. Сейчас ходим еще в две парикмахерские. И спросим, может, там у них есть пустое окошко. Чтоб постричься хотя бы. Жарко становится. Ну вот, что я кофту одела. И пока иду, вся спотела. Тут светик рядышком со мной идет. Маску уже одела. А то многие говорят, что мы ходим без масок. Нет, у нас маски с собой есть. Просто в жару очень тяжело в маске ходить. Поэтому мы ходим без масок. В жару. Вот как-то так. Потом, если у меня получится сегодня в парикмахерскую попасть, сделаю фото до и фото после. Что у меня получилось, обязательно засниму. Покажу. Ну и вы скажете свое мнение. Если, конечно, получится попасть еще. Ладно, идем. Все, друзья, вышла из парикмахерской. Вот такая вот я. Как вам, пишите в комментариях. Мы торопимся на автобус. Поэтому все-все потом дома покажем. Все, ребят, приехали домой. Сейчас пойдем уже до дома. Зашли еще котлеток взяли. Сейчас сделаем рожки с котлетками. Да, вы, наверное, уже увидали у Светы в руках. Света, поверни. Фен взяли. За 600 рублей фен. И Света попросила какао-порошок. Что-то она хочет опять постряпать. Да, Света, ты будешь что-то стряпать? А я сегодня буду заниматься прополкой грядок, парника и все остальное. Там немного уже пропололи. Еще надо полуть. Поэтому вот как-то так. Сейчас ждем до дома. Что-то на улице никого нет. Тут у меня пакет еще тяжелый из Фикс Пресса. Так что все дома покажу. А? На почту. На почту. Почта закрыта сегодня же. Сегодня потому что праздник какой-то. Я потому что звонила, никто не отвечает. Я думаю, что в день вообще нет. Да. Поэтому почта закрыта. Открывай калитку. Что-то никого даже на улице нет. Что, все спят что ли все еще? Время уже, день. Или обратно зашли домой? Вообще никого на улице нет. Одни полосы висят. А может на веранде, да? Что-то даже странно. Время уже 4 часа. Их все еще нет. Музыка-то слышно играет. Ну ладно, идем домой. Пришла, ребята, домой. И вот посмотрите и скажите, как вам эта прическа? Ну и давайте покажу, что купила. Так, мы зашли в фикс прайс. Я себе взяла вот такой вот органайзер. Коробка складная с блестками по 99 рублей. Это я постоянно уже беру, чтобы организовать много домашних вещей. Дальше ароматизатор зеленое яблоко взяли. Потом взяли от комаров. Два фумигатора. Жидкость от комаров. Тайга. Также в фикс прайсе увидали. Ванечка, смотри, какая красивая тарелочка. Ванечки взяли вот такую вот тарелочку стеклянную. Это называется супная тарелка. Или какая? Супница. Ну да. Вот такая вот Ванечка с машинкой. Больше там новых тарелок не было, поэтому вот так вот. Дальше. Также в фикс прайсе мы взяли обычные карты играть у нас из Терлиса. И вот такие вот карты какие-то игральные. Потом посмотрим, будем играть. Света взяла опять вот эти вермишель. Ей очень понравилось. Также наша постоянная покупочка. Ванечка, не сломай. Вот такое вот мыло. Потом взяли большую упаковку ватных палочек. Взяли вот такую вот щеточку. Но это не одна. Сейчас еще покажем. Это мы вот в фикс прайсе им набрали. Потом покажем другие еще какие-то взяли. Потом два чая моих любимых. Потом в другой заходили мы в магазин. Взяли вишневый сок. Потом взяли куриные котлетки. Какао. И это вот еще тоже взяли, тоже зашли. Сейчас покажем. У нас получатся три щетки. Марине, Ване, Оксе. Вот Ваня тама щетка. Вот здесь потом вот такая вот с брелочком. Брелочек, конечно, я себе заберу для ключей. У меня как раз брелочка нет. И вот здесь вот с часиками. Это точилка такая идет. Взяли тоже ребятишкам. Дальше потом взяла себе духи. У меня духи заканчиваются. Взяла духи себе за 160 рублей. Самые дешевенькие. Потом дальше покажу, что взяла. Взяла, взяла, взяла. Детские зубные пасты. Буратино и дюймовочка. Лимонадный взрыв. И клубника со сливками. Дальше. Потом, как вы заметили, я постриглась. Также я еще сделала брови. Взяли вот такую вот краску для бровей ресниц. Будем сами делать. Света, ты не помнишь, по чем краска была? Около 200 рублей, короче говоря, краска была. И да, ребят, вы заметили, что мы взяли фен. Наш фен вообще уже накрылся. Вот этот фен мы взяли за 600 рублей. Он большой. Сейчас попробую открыть вам и показать. У нас только комаров, думаю, много. Света, вот такой вот он фен идет. И к нему еще должна быть насадочка. А где насадка? А вон там насадка в коробке. Можно насадку одевать. А в целом... Ну-ка, снимите пакетик, пожалуйста. Немогодной рукой. Вот такой вот он. Режима тут 2. 2. Или 3 даже. Ну вот, короче, не знаю. Какой-то вот такой вот. Ну, надеюсь, надолго хватит. За 600 рублей взяли. Вот такие вот в целом у меня покупки были. Если вам понравилось, то не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам лайки. Пишите ваши комментарии, если, конечно, будет открыто. Потому что вот сегодняшнее видео, которое выпустила, закрыты комментарии. Пыталась включить. У меня опять предупреждение уже второе пришло, то, что нельзя мне включать комментарии. О! Сделала, Света, брелочек вот такой. И часики вот. Часики тоже починила, да? Видеть точилки. Ну да. Брелок отдай меня. Это я себе на ключи сделаю. На фен прибирай. Давай. В целом, вот такие вот покупки. Если вам нравятся, то пишите комментарии. Ну как, Ева? Многие мне написали, на стену брови сделать. Вот делаю вот этой вот краской брови. Потом еще Света мне сделает реснички. Да, Света? И посмотрим, что у меня получится. Представляю потом, какая я красавица буду. Прям вот с такими бровями. Главное, чтобы потом все это отмылось. Ладно. Скоро покажу вам результат. Дорогие мои, вот такие вот у меня получились брови. Ресницы тоже накрасила. Но вот они вот не видны. И теперь у меня очень сильно болят глаза. Пишите в ваш комментарий, как вы думаете, нормально или нет. Света? Продолжение следует... Продолжение следует...